Давайте, те, кто желает, мы можем прочитать молитву, которую мы традиционно читаем перед началом наших речек. Боже, дай мне радость и душевную погоду принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, да исполнится воля Твоя, а не моя. Всех рад еще приветствовать, кто нашел позже, меня зовут Михаил, значит, очень рад тем, что сюда пришли люди не только из сообщества, кого пригласили, но и те люди, которые меня давно знают, кого я давно не видел, всем очень рад. И я надеюсь, что именно атмосфера любви, которую мы можем создать здесь, она будет нами руководить. Значит, что мне, наверное, хотелось, вот если по честноку, как говорится, сказать, да, мне хотелось бы здесь просто сидеть в какой-нибудь футболке, в кроссовках, где-нибудь на полу, обнявшись со всеми и просто, знаете, говорить. Вот, но я сегодня решил все-таки пиджак одеться в вашем, буду сидеть на отдельном стуле, но я думаю, что эту атмосферу мы с вами все равно можем создать. Почему мне бы хотелось именно так, но почему я пришел по-другому? Потому что я тоже созависимый. И прежде чем подумать, как это будет для меня, я подумал, а как обо мне скажут люди, вот потом видео будут смотреть там какое-нибудь, а я там сижу в футболке какой-то, не причесанной или что-то еще. Вот, потому что я тоже созависимый. Я созависимый и, как я уже сказал, я пол своей жизни себя не любил, даже больше половины. И, в общем-то, большую часть своей жизни я выстраивал, исходя из контекста не своего «я», а через оценку окружающего меня социума, мира, каких-то институтов, не знаю, всевозможных сообществ и так далее. Если мы сегодня говорим о любви к себе и говорим в контексте именно группы Аланон, то давайте сразу тогда определимся с понятиями. Ну, кто-то уже хорошо это все понял, кто выздоравливает, кто-то профессионально этим занимается, кто пришел вот просто в гости сегодня на эту встречу. Да, что такое зависимость? Зависимость – это хроническое, неизлечимое, прогрессирующее семейное заболевание, характеризующееся зависимостью от психоактивных веществ. Алкоголь, всевозможного рода другие химические вещества. То есть человек не контролирует свою жизнь, его жизнь руководит вещество. Вещество или, лучше сказать, болезнь, которая не просто в каком-то отдельном органе, а она где-то между ушей сидит, да, вот человеком руководит. Человек уже себя не контролирует. И многие люди, которые, скажем так, опосредованно, да, знают о зависимости, они часто могут сказать, ну что же он не может не пить? Не может человек не пить, не может человек не употреблять, он собой, своей жизнью не руководит. Вот более-менее знакомый для многих людей, живущих в нашей стране, термин – это созависимость, да. Относительно недавно появился этот термин в медицине и был принят, скажем так, в официальный какой-то реестр употребления. Изначально этот термин использовался для обозначения лиц, проживших рядом с алкоголиком более шести месяцев. То есть человек живет рядом с алкоголиком шесть месяцев, и он автоматически становится созависимым. Сейчас этот термин как-то больше расширился, и есть очень множество определений созависимости. Разные психологи, и специалисты, и психиатры по-разному могут определить этот термин. Я, наверное, остановлюсь на одном определении, что созависимость – это патологическое состояние человека, или, если можно сказать, психическое, психологическое состояние человека, в котором он не проживает свою собственную жизнь, а живет жизнью другого человека. Когда созависимый – это тот человек, который всю свою энергию, всю свою любовь, все свои жизненные силы направляет не на удовлетворение собственных потребностей, жизненно важных, а в первую очередь на удовлетворение потребностей других людей. Будь то это рядом живущий алкоголик или наркоман, или это дети, в которых тоже можно вкладывать все свои силы, а потом быть разочарованным, почему же они меня все-таки бросили и не отблагодарили. Это могут быть какие-то идеи, в которые человек вкладывается, не знаю, в построение светлого будущего, или, допустим, не знаю, в православной Руси. Вот это вообще тема такая, созависимая, созависимая. Можно много таких примеров привести, но факт остается в том, что что-то толкает человека забывать о себе самом, но при этом помнить о какой-то другой вещи или о человеке. И если мы внимательно посмотрим на наше общество, то мы увидим, что в такой жизни живет больше половины человек. И больше половины человек при этом не осознает, что они, в общем-то, и не живут свою жизнь. И если мы глубже будем копать, то получается это фактически безответственность. И когда я не отвечаю за себя самого, но при этом я отвечаю за все, что происходит вокруг меня. Такой хороший способ убежать от ответственности за свою собственную жизнь. Значит, Что приводит к созависимости? Наверное, в первую очередь, это наше детство. Как бы, может быть, не хотелось бы сегодня этому много внимания уделять, потому что уже такие тоже, может быть, избитые темы, что вот в детстве ехал трамвай, меня напугало, и теперь я на трамваях не езжу. Но не про это речь. Да, мы все приходим в этот мир, приходим в этот мир естественными, полноценными. Для религиозного человека можно сказать, что Бог дает нам полноту жизни, им же изначально. Для человека нерелигиозного можно сказать, что Вселенная воплощается в каждом из нас по максимуму. И каждому из нас дает свою уникальность. Есть ли здесь кто-то, кто знаком с human design? Почему? Понятно. Такое новое течение. Просто мне, почему у меня такая, ну не знаю, привычка или мое свойство, и если я что-то узнаю, я сразу начинаю транслировать вокруг себя. Для меня вот этот human design, он уже там полтора года ко мне стучится, тут наконец-то достучался, у меня какой-то отклик пошел внутри. Вот если исходить из human design или из других каких-то концепций, человек, каждый человек, рождающийся на этой земле, воплощает здесь все самое лучшее. И он уникален в своем роде. И каждый человек, вот ребенок, в своей вот уже, еще пускай неосознанности, в своем вот этом младенческом состоянии, в нем есть все. И он гораздо мудрее нас, он естественный, в нем больше любви, в нем больше Бога. Но что происходит, когда ребенок попадает в этот мир? Ребенка начинает встраивать в тот, скажем так, контекст, в который он попал. Будь то это семья, или если это отсутствие семьи, какое-то окружение, там дверку закрыли, может быть здесь. И ребенок, который приходит в этот мир, вот эта уникальность, она себя любит. Ребенок не задумывается о том, что вообще можно не любить. Он любит жизнь, потому что он живет ее на 100%. Он любит тех людей, которые первыми встречает в этом мире. Но если говорить о нормальной ситуации, то это отец и мать. Он их любит. Но со временем, почему-то эта любовь начинает пропадать. И здесь очень много факторов, начиная от процесса беременности, периода беременности, что с ребенком происходит, что происходит в первую очередь с мамой, с эмоциональным состоянием в семье. И дальше уже воспитанием. Да, вот воспитание, такое слово, мы воспитываем человека. Мы же хотим детям отдать все самое лучшее. И поэтому мы стараемся, чтобы они не повторяли наших ошибок, чтобы они достигли успеха, чтобы у них было все замечательно. Только мы забываем тот факт, что ребенок и я, это два разных существа. Во мне вселенная проявилась одним образом, а в ребенке она могла проявиться на 100% по-другому. Да, есть генетическая предрасположенность, есть факторы, которые ребенок наследует от родителей, но все равно у каждого человека, приходящего в этот мир, свой собственный путь. И мы не имеем права этот путь менять, как нам хочется. К сожалению, в большей половине случаев родители пытаются поменять ребенка. Они пытаются поменять его и направить так, как хочется им. И вот здесь начинаются возникать проблемы, да? Если ребенок, грубо говоря, хочет именно из своего внутреннего состояния, он хочет привиться одним способом, а родители запрещают ему это и направляют в какое-то другое. Возникает некоторый внутренний конфликт, да? Более того, ребенок, рождающийся в мир, доверяет родителям на 100%. Вот изначально. Да, вот произошел момент зачатия, появилась личность еще у мамы в животе, и ребенок доверяет ей. Но очень часто родители предают своих детей. И, в общем-то, я так могу сказать, что большинство из нас здесь собравшихся, это те, мы все преданные нашими родителями. Не потому что они злодеи или там изверги-мутанты, а потому что просто, ну, вот так вот получается, да, жизнь так идет. Как в Псалме было сказано в грехах зачатия, в грехах рожден я матерью моей. Грех не как вина, а грех как, ну, наверное, болезненность, да, этого общества. Получается так, что у ребенка есть свои внутренние ориентиры на то, что правильно, на то, что неправильно. Да, он живет в согласии с собой. Если я хочу, я пробую. Если я хочу, ну, допустим, что-то взять, я освоил пальцы, там, движение рук, я это беру. А родители мне говорят, нельзя. Да, он сталкивается с запретами. Родители могут это говорить из лучших побуждений, но ребенок может этого не понять. Да, ребенок доверяет своим чувствам, он их слышит, он их чувствует, анализирует. Но очень часто возникает несогласие, опять же, с оценкой чувств со стороны окружающего общества. Ребенок, ну, наверное, мой любимый пример, да, когда мама с папой ссорятся на кухне, стараясь, чтобы ребенок этого не слышал, а ребенок это чувствует. Потому что у ребенка чувствительность очень большая. Он как локатор. Он слышит, чувствует любые изменения, происходящие в семье. И когда он может задать вопрос, мама, что случилось, мама говорит, все хорошо. У ребенка возникает, опять же, некоторое несогласие. Да, есть мои чувства, которые говорят не о том, что что-то критическое происходит, а есть слова мамы. И вот кому мне здесь довериться? Себе или маме, которая на данный момент, на момент младенчества, для меня, в общем-то, играет роль Бога. Она через нее, я познаю этот мир. Ребенок выбирает довериться маме. И он предает в первую очередь себя. Да, когда происходит ситуация, когда приезжает какая-то знакомая мамина или папин друг, и мама говорит, ну иди, вот иди к тетнике. А тетенька для ребенка страшная, она там, не знаю, трехметровая, не знаю, с накрашенными такими здоровыми губами или что-то. И ребенок не хочет идти, потому что его внутренние чувства, говорят, ну ему страшно, ну он неприятный человек, он не вошел еще в доверие. А мама толкает. И вроде бы маме надо поверить, да, потому что мама же за спиной, она защитит. Ну я и что? Ну я доверяю маме, я иду. Но что происходит в этот момент? Я не доверяю самому себе. И вот эти качели вот такие, да, мои доверятся себе или доверятся вот этим окружению, доверятся своим чувствам или доверятся то, что мне говорят, доверятся своим ценностям или доверятся тем ценностям, которые навязывают мне вот снаружи. И очень часто, в большинстве случаев, мы выбирали доверяться тому, что нас окружает. Если это здоровая семья, где родители стараются именно с уважением и с любовью, с принятием относиться к ребенку, то этих ситуаций будет гораздо меньше. Естественно, что нет идеальных родителей, а любые родители ошибутся. Вот, поэтому не надо себя винить, если мы где-то допускаем ошибки. Вина здесь, она нам не помогает. Но вопрос в другом, в том, что я, по крайней мере, могу с уважением относясь к ребенку, почувствовать его уникальность и позволить этой уникальности проявиться. Когда в итоге всех этих качелей, которые у нас в младенчестве и потом в животочестве происходят, мы вырабатываем привычку, собственно говоря, забивать на себя, забивать на самих себя, забивать, забывать себя. И в итоге мы теряем контакт с своим внутренним центром, своим внутренним ямом, которые уникальны, которым природа во мне позволила именно так проявиться. Таких ситуаций очень много бывает. И они бывают иногда, ну, можно сказать, безобидными, но тоже с результатом некоторых определённых. Бывают агрессивные ситуации. Наверняка здесь есть люди, у которых в детстве было очень много агрессии со стороны взрослых. Когда это были там пьяные папы или пьяные мамы, или их вообще отсутствовало, были те люди, которые, собственно, несли опёку и могли просто проявлять жестокость. То есть раз за разом нас травмировали, и нам приходилось приспосабливаться к этому миру, подстраиваться под настроения окружающих, подстраиваться под их мысли и чувства мысли о желании, ожидании. У ребёнка, у каждого из нас, и у любого человека, есть потребность любви. И для ребёнка она стоит на первом месте из духовных и из душевных потребностей. Когда эта потребность не удовлетворяется, возникает так называемый духовный голод, в котором человек пребывает. Этот духовный голод надо компенсировать. Чем я его могу компенсировать, если я недополучаю любви от окружающих меня? Я могу хотя бы что-то от них получить. Если у меня жестокий папа и жестокая мама, которые любить просто не умеют, их тоже не научили в детстве, я хотя бы у них получу жалость или хотя бы какое-то признание, если я буду быть хорошим, могу быть для них. То есть, понимаете, вот здесь начинает закладываться созависимое поведение. То есть я начинаю жить не для себя, а для того, чтобы удовлетворить ожидания окружающих. И если папа пил в детстве, я видел, как его спасает мама, но она его не спасла, папа так и продолжал пить, то я на бессознательном уровне задаю себе задачу спасти моего папу. Если это говорить про девушек, то я буду искать опять же алкоголика, чтобы его спасти. Или я найду какого-нибудь игромана, или вообще просто бездельника. Но я буду его тянуть, спасать, и при этом я буду чувствовать, что я значим, ценен, важен, и я выполняю какую-то социальную роль. Я мать героиня, я жена героиня. Если же говорить про мужскую роль, то, как правило, мальчики, вырастая в агрессивной семье, либо становятся, наоборот, пассивными, и находятся жесткую женщину, в которой они воспроизведут, опять же, свою мать, либо уходят в другую, обратную модель. Очень много жесткости. И я буду везде победителем, и буду все преодолевать. Такая контрзависимая. Вот сейчас термин созависимость уже в ходу. Новый термин, который сейчас и книги по этой теме тоже есть. Контрзависимость. Созависимое поведение – это то, когда я проживаю не свою жизнь и вхожу в такую близость, где я растворяю в себе человека и сам растворяюсь в себе. Контрзависимое поведение – это обратная сторона этой медали. Когда я боюсь близости, когда я бессознательно отсекаю попытки войти в близкие отношения. Очень часто бывает, допустим, зависимый человек или созависимый человек пришел в программу «12 шагов», прошел шаги, работает со спонсором, они уже подспонсорные, но он понимает, что созависимые отношения – это зло. Но я теперь не буду в созависимость входить. И он начинает входить в другую красть. Контрзависимое поведение. Он обрубает всевозможные близости, отношения, теряет доверие. Такое тоже очень часто можно наблюдать. Что мне еще хочется сказать? Какие моменты нас травмируют в детстве, кроме родителей? Это общественное мнение, это школа, где нам ставят двойки за то, что мы не являемся тем, кем мы не являемся. То есть, допустим, у человека нет аналитического склада ума, а ему приходится учить физику или что-то еще, и это не дано ему, а ему ставят два. Или у каждого из нас свой дизайн человеческий. И согласно дизайну человек не может воспринимать, допустим, эту информацию. Или он может ее воспринимать, только находясь рядом с кем-то. Человек сажают за одну парту, с мальчиком, у которого отлично помогите, он настраивается, но с ним работают. Если он саживает за другую парту, он сразу перестает работать. И ему начинают ставить двойки. И ребенок-то не понимает, он, в общем-то, готов вкладываться, отдаваться, а ему ставят двойки, общественное мнение, он начинает осуждать, его вызывают на какие-то собрания, родители и прочее. Да, очень мощный такой инструмент, который обесценивает человека, я считаю, это религией. Вот я сам прошел через религиозное детство, и это вообще такое прям, ну, скажу это слово прям жопо-жопошное. Потому что, ну, когда от имени Бога тебе говорят, что ты плохой, это, по-моему, преступление. Когда Евангелие говорит о том, что Бог – это любовь, Он на всех любит, а тебе внушают чувство вины и страха, потому что ты согрешил, тут такой невроз получается человек, такая фрустрация идет. И это большое преступление. Особенно, если уже говорить о том, когда человек начинает развиваться, начинает узнавать свое тело еще там в сексуальном каком-то плане, там начинается вообще гиена, да, страхи. Там просто мрак. Поэтому, что получается в итоге, когда человек начинает жить по своей самостоятельной жизни? Получается то, что я и не знаю, как жить, я, естественно, буду искать те отношения, в которых я буду, опять же, предавать себя, но через это предательство я буду получать хотя бы какое-то признание, значимость свою. И, вы знаете, у многих людей это так хорошо получается, вот приходит человек на консультацию по созависимости, там, помогите у меня, там, вот родственник колется, или так пьет, и начинаешь с этим человеком говорить, и понимаешь, что как будто с танком вот так попадаешься, там такой танк едет, там такая энергия, мощь, всех спасти, всех вокруг себя счастливить, переделать, не знаю, благородить. Прямо хочется спрятаться туда. Что дает, зачем это нужно человеку? Потому что, когда я не чувствую и не живу свою жизнь, мне проще жить жизнью другого. И я буду воспринимать мир через другого человека. Я буду оценивать все происходящее через другого человека. Я себя буду оценивать через другого. И через это человек получает энергию для жизни. Вот он вампиризм, да, говорят, есть ли вампиры энергетические. Все мы созависимые вампиры. И получается, что здесь, да? Часто ведь человек созависимый, который доходит до своего дна, он приходит к консультанту и говорит о том, что все плохо, у меня больше нет силы, я не знаю, что делать, я все перепробовал. Вот я не знаю, как справиться с близким человеком. И весь фокус вины, да, причина вот этой проблемы, которая возникла, он фокусируется на зависимом. Но если так разуматься, созависимому человеку нужны отношения так же, как и зависимым. Давайте не будем забывать, что зависимость – это семейное болезнь. Если оно возникло в семье, то, значит, семья больна в целом. И зависимый человек – это лишь тот нарыв на больном органе, через который готов выйти весь накопившийся гнев. Но мы по привычке все стрелки в сторону зависимого, критикуем, лечим, спасаем. На самом деле лечить надо обоих, что этого, что того. И самый успешный результат лечения – это то, когда выздоравливает вся семья. И вот к чему все мы это говорим. К тому, что, собственно, созависимость, если по-простому сказать, это, наверное, есть нелюбовь к себе. В таком крайнем проявлении. Если мы так посмотрим на наше общество, то по данным некоторых исследователей, они говорят, что 90% нашего общества созависимы. Значит, 90% нашего общества себя любить не умеет. Значит, мы здесь собрались, мы уникальные, всех понравились, потому что мы задумались об этом и решили что-то в этом поменять. Давайте попробуем подумать, что же такое все-таки любовь к себе. Я вчера вот сидел, вчера день какой-то такой тяжелый был немножко для меня. Вот весь день какой-то без энергии вообще прям. Под вечер у меня как это, в кломбах втручили, там вселенная видимо дала этот поток. И я начал писать, у меня прям подвелось. Примерно столько гнева было, я вот думаю, откуда. Я понимаю, что у меня гнев, ну почему, наверное, интересно еще тема созависимости, потому что я тоже созиками воспитывался, да, в семье. Они меня тесали такими грубыми там стамесками всем, вот, чтобы вы, вы сделаете из меня что-то. Чтобы сделать того, кто им был удобен, да, да, вот. И в итоге я сам стал созависимым. И первые свои, да, вот, годы самостоятельной жизни, да, для меня же было это вообще желание всех спасти. У меня были спасательские профессии, я служил священником. И, естественно, первые годы своей службы я хотел осчастливить всех вокруг себя. Вот, но при этом я себя забывал, да, все время вот эта гнетущая пустота внутри, да, боль, вина, стыд, то, что я что-то неидеально сделал. У меня еще очень сильный перфекционизм, как просто недовольствие всем, что я делаю. Вот, после аварии я стал меняться, да, меня что-то там перемкнуло, видимо. Вот, и я подумал, что я всех спасти не могу, я ездил, Господь Бог, пускай он работает. Я говорю, я лишь могу чем-то ему помочь. Вот, и он мне стал давать какие-то вот такие вот, ну, говорит, вот, приходит тебе созависимый, работай с ними. Ну, и я стал этим, в общем-то, этим работать. Что получается, когда мы проходим через всю эту школу воспитания? Мы доверяем внешнему критерию, но не доверяем всему внутреннему я. Мы находимся все время в постоянном этом диалоге. Внутри складывается вот это, не знаю, такой внутренний критик, можно вот так назвать. Можно просто сказать, что складывается наш ум. Он не в плане сознания, именно ум, та мыслительная деятельность, с которой мы все время живем, и которая нам все время говорит, как надо, как должно быть, как правильно или как неправильно. И при этом мы забываем, да, все чаще, все реже мы вспоминаем про свое внутреннее составляющее. Этот конфликт часто остается на всю жизнь. И как его решить, как разрешить этот конфликт внутренний, вот этот, ну, конфликт между вот этим, умом, между ложным я, общественным мнением, вот этим предубеждениями и своим внутренним голосом решает каждый из нас по-разному. Да, возможно, химически зависимым людям повезло больше, чем созависимым. Почему? Потому что они быстрее доходят до какой-то своей критической точки, когда можно уже все-таки опомниться. Созависимость в норме вещей. Мы живем годами, пашем, вкладываемся, скалываем и просто разрушаем самих себя. А зависимый человек начал преодолевать вот этот конфликт внутренний через уход в вещество. Ему хоть иногда, но бывает более-менее нормально, да, когда он употребит. Созависимым всегда тяжело. Потому что, когда зависимый употребляет, это одни эмоции негативные, когда он не употребляет, собственно, те же самые эмоции, только в другом может быть оформление. Вот он неделю не пьет, а тут сейчас сорвется. Мне кажется, ну, как же, вот надо на него посмотреть и прочее, прочее, прочее. То же самое, если мы переведем, ну, если мы сведем из формата, да, о жизни с алкоголиком, то же самое, допустим, женщина, у которой есть дети, семья, но которая не умеет жить для себя. Она живет все время для окружающих, для детей. Она же изведет классного руководителя своими звонками, предложениями. Она все время будет руководить каким-нибудь там классным комитетом, школьным комитетом и прочее, прочее, прочее. Она пойдет там в больнице всех спасать, но при этом она не будет все равно чувствовать себя ценной. Да, еще вот какая фишка такая, вспомнил тоже. Что часто у нас в голове остается из этого детства? Не получая, допустим, одобрения родителей, признания их какой-то поддержки эмоциональной, мы пытаемся ее как-то заполучить хорошими оценками, хорошим поведением. И зачастую этот голос, голос родителей внутри головы остается на всю жизнь. Человек живет, он все хочет удовлетворить папу. Как бы папа подумал, что вот я сейчас делаю какое-то жизненное решение, принимаю, чтобы папа сказал. Вот я сейчас плохо поступил, папа, наверное, там смотрит на меня и ему там не так. И вот с этой всей фигней мы живем годами. То же самое происходит не просто в нашей голове, но происходит с нашим телом, ведь все наши эмоции, они отражаются внутри нас, самыми здоровыми здесь людьми на свете. Я имею в виду детей. Здорово. Значит, все удобно всем? Удобно теперь. Вот, понимаете, что такое нелюбовь к себе? Это то, когда мне любовь принимают, и ее отвергают. У вас сидит тренинг, принять любовь. Понимаете? На стуле сидите. Если надо, вставайте там с ребенком, пожалуйста. Значит, смотрите. И вот мы приходим в итоге в своей жизни к какому-то тупику, когда и пить нельзя, и не пить нельзя, и жить в созависимых отношениях уже нельзя, и не жить я не знаю, как без них. Ведь я не понимаю, да, свои ценности, если я ничего не делаю для кого-то. И вот здесь наступает критический момент, когда у меня есть возможность выбора. Либо я начинаю по-другому, либо я не начинаю по-другому. Тогда я погибаю. И ведь очень много созависимых людей, да, как мы уже говорили, это 90% нашего общества, умирают от созависимости. Но только в медицинской карточке будет написано, умер там от инфаркта, там, не знаю, от каких-то других болезней. А причина этих болезней в неудовлетворенности самим собой, психосоматика, можно сказать так. То есть, проявление созависимости не ставит диагноз, да, как в медицинских учреждениях. А быть может, если человек 10 лет назад бы пошел там на группу выздороветь или на психотерапию хорошую, то, возможно, бы он и не заболел бы, или болезнь остановилась. Вот, как-то и не прогрессировало. Ну, значит, вот в этой нелюбви к себе, в созависимости мы отвергаем все, в общем-то, сферы своей жизни. Мы не доверяем своим чувствам, мы научились их подавлять, игнорировать, не слышать и не выражать, потому что это небезопасно, больно, травматично даже очень часто бывает. Ведь нам с детства говорили, не плачь, что ты, не мужик, что ли, мужики не плачут. Вот, или ты чего ты так громко кричишь, там, соседи сейчас придут. Ну, всевозможные варианты, а безобидный, да, очень обидный. Вообще, очень обидные моменты, да, когда ребенок с родителем чем-нибудь делится секретным, а мама потом за общим столом говорит, ну, наше ты, смотри, что ты сказал-то сегодня. И ребенок думает, блин, я же только маме это сказал. Какое здесь доверие. То же самое с мыслями, да, мы думаем, ребенок думает, он строит какие-то, он открывает мир, у него там движуха в голове мощная. Он говорит, эй, че ты, кому это надо, давай, и ты комбайнером хочешь быть? Кому это сейчас надо, комбайнером, и ты, а ребенок с детства там смотрел на комбайн, он мечтал там просто по полю ездить, а он говорит, иди в юристы, все. И он идет в юристы потом. То же самое и с телом, да, ребенок двигается, он без движения не может. Он не может усидеть на месте, но ему его все время пристыняют, просто содержают за парту и просто вгоняют тело во что? В некоторое застопоренное состояние. Плюс подавленные эмоции, они все остаются в мышцах, возникают всевозможные блоки, которые не дают человеку свободно даже дышать. Мы все с подавленным дыханием. Да кто дышит глубоко? И вот на всех этих уровнях получается некоторое предательство самим к себе. И вот когда мы доходим до кризисной точки, у нас есть возможность вернуться к самим себе. Вернуться во всех этих тоже аспектах. В телесном, в эмоциональном, в духовном плане. И вот, наверное, именно любовь к себе – это и есть выздоровление, независимость от созависимости. Я считаю, что лично созависимость, как вот эта потеря себя, она предшествует химической зависимости. Химическая зависимость – это лишь развитие созависимости какой-то, да? То есть человек себя предал, и он нашел вот именно преодоление вот этого предательства, вот там, в алкоголе. А более безобидные варианты – мы же болезни читаем там. Это понятно, да? Такое теоретическое, вводное. Вот созависимость – любовь к себе. Возникает, наверное, вопрос, да? Почему же у нас столько запретов на слово «любовь к себе»? Потому что у нас 90% общества созависимое. И, видимо, это очень выгодно тем, кто обществом управляет. Потому что созависимый человек, он готов вкалывать, он готов трудиться, он готов всех осчастливить вокруг себя. А вот если же он любит себя, человек любит себя, он же это… Давай чай. Чай поставил. Спасибо. Не альешь потом? Человек, который любит себя, он независим. Он не будет вступать в нездоровые отношения. Он не будет, его нельзя руководить на чувстве вины, допустим. Ведь зависимый, созависимый человек – это постоянное чувство вины, стыда. И это очень удобные способы для манипуляции. С одной стороны, созависимый человек – это вообще жесткий манипулятор. Он всех, кого хочет, заманипулирует. С другой стороны, им тоже очень легко манипулировать. Поэтому, в общем-то, мы, попадая в этот мир, в эту матрицу, нас очень хорошо в нее встраивают. Если человек начинает возвращаться к себе, то сразу со всех сторон ему говорят – стоп, нельзя, его тянут назад. Все возможными и через жалость, и через вину, и через стыд, и через страх. Все хотят удержать его в том контексте, в котором… Но при этом могут говорить – слушай, тебе надо выздоравливать от алкоголизма. Но когда человек реально начинает выздоравливать, когда он меняется внутренне, возвращается к себе, ему все говорят – ты что-то, ну, лучше бы ты пил. То же самое с независимостью. Мать, а что ты перестала мне еду-то готовить вообще? Мама, ты какая-то эгоистичная стала вообще. Ты же в церковь входишь, там, тебе батюшка говорит, что надо всех спасать, там, любить и прочее, кормить и прочее. А тут мама пошла на группу, ей сказали, что алкоголика кормить нельзя, пускай сам себе заработает деньги наконец-то, встанет взрослым. И у него то, и сложно бывает сузависимому человеку. И вот если здесь выбрала сузависимый этот путь, и она ему верна, вот себе верна, да, с его внутренним курсом, она может в один вечер накормить этого алкоголя, потому что, ну, ей сердце захочет просто проявить любовь. Но она в другой вечер скажет, слушай, я сегодня так устала, я все-таки хочу к себе с любовью тоже отнестись, я поэтому пойду спать. Поэтому я тебе сегодня ничего готовить не буду. Как? Ну ты что, я же вот, я же три дня уже не пил, я даже на работу первый день вышел, ты еще не можешь мне помочь? Не, не могу, я и мне из себя важно сейчас собрать. Это вот такие, да, вот какие-то приходят мысли, я делюсь сейчас вот в какой-нибудь потоке в таком. Что еще здесь важно? Когда человек не любит себя, когда он в созависимых отношениях, человек пытается, поскольку я не уверен в себе, у меня нет внутреннего вот этого чувства себя, ощущения жизни, то я пытаюсь эту жизнь удержать в своих руках, то, что происходит, я контролирую, я под нее подстраиваюсь, я контролирую. И вот этот контроль, фактически, если с другой стороны, с духовной посмотреть, этот контроль, это такая попытка встать на место Бога. Вот я все проконтролирую, и я Господь Бог. Возвращаемся опять же к себе на свое я. Значит, если сказать в контексте анонимных алкоголиков, там есть в книге такая фраза, что эгоцентризм – это корень, в общем-то, нашей болезни. Вот чтобы убрать, я поделюсь своим пониманием эгоцентризма и своим, как это можно согласовать с любовью к себе. Эгоцентризм в моем понимании – это то, когда я сознательно отделяюсь от Бога, от окружающего меня мира, и когда я ставлю себя не на свое место. Я бы сказал, эгоцентризм – это гордыня или гордость. Когда я ставлю себя либо на место Бога, и я контролирую, руковожу, я знаю, как надо, как должно. И другая обратная сторона эгоцентризма – это всегда самопечевание и недовольство собой. Потому что мои должности не срабатывают, люди ведут себя по-другому, и я часто не затягиваю до своих собственных ожиданий. И поэтому я все время мотаюсь между двумя полюсами – между превозношением себя, надеждами, вот этими построениями каких-то умственных конструкций, как должно быть. А с другой стороны – разочарование – это вина, стык, гнев, злость и на все окружающее. Поэтому вернуться к себе, полюбить себя – это как раз вернуться в свое место, которое уготовил мне Бог. В то место, проявиться на сто процентов в том, что мне Бог дал. Поэтому возвращение к себе, выздоровление от созависимости и зависимости – это, в первую очередь, понять себя самого. Понять себя, как я устроен, к чему мое предназначение, как я могу проявляться, где я буду именно на сто процентов соответствовать своей природе. И для этого, естественно, мне нужно, в первую очередь, научиться ставить, наверное, границы личностные. Особенно это важно, когда я живу рядом с действующим, зависимым человеком. Когда я умею учусь говорить слово «нет», когда я учусь отказывать не потому, что я хочу навредить человеку, а потому что я хочу сохранить себя. Потому что я хочу, наконец-то, себя обезопасить. Что еще очень важно, здесь, когда мы ставим границы, когда мы начинаем путь именно возвращения к себе, мысль летела куда-то. Было про границы. Ну, в общем, значит, она улетела, значит, улетит еще. Любовь к себе. Вот здесь очень важно, когда я учусь ставить границы, разграничить два таких важных понятия. Это любовь и жалость. У нас детство все время вводили в заблуждение, потому что родители, которые не умели любить, они единственное, что могли нам привить, это жалость. Да, очень часто мы жалеем человеку. Вот он ударился, и мы его жалеем. Мы настолько привыкаем получать эмоциональную близость через жалость, не получая при этом любви, что мы часто становимся наркоманами от этой жалости. И вторая обратная сторона жалости – это саможалость, или жалость самого себя, саможеление. Тоже очень развивчиво зависимых, просто зависимых. Мы можем очень многое время, да, идет какой-то, ну, не знаю, эмоциональный спад или просто усталость, и мы начинаем копаться. Как там плохо, какие мы несчастные, и все плохо, и так далее, и так далее. Это своего рода тоже зависимые, такие паттерны поведения, привычки, которые мы в себя отбираем, и ими живем. Вот разграничить любовь и жалость – это, на мой взгляд, тоже очень важный момент. Что такое любовь и что такое жалость? На мой взгляд, любовь – это то, точнее, скажем так, от обратного. Жалость – это мое действие, исходящее из моего эго, из моего эгоцентризма. Потому что если я человека жалею, то я ставлю себя выше него априори. Я проявляю к нему некоторые снисхождения. Кто мне давал право ставить себя выше другого человека? Ну что? Да, мы разные, и может быть, человек сейчас действительно в трудном ситуации, но это не значит, что я круче него, или что я имею право вот это снисходительно к нему обращаться. Любовь – это то, когда я исхожу из позиции «Есть я, есть ты». Мы разные, но мы одинаково ценны для этой жизни, для этого мира. И если у тебя сейчас кризисная ситуация, я могу побыть рядом. Если ты меня попросишь о помощи, я тебе ее хожу. Я не буду тебя сейчас спасать. Вот здесь второй момент, да, спасательства. Человек, не любящий себя, начинает спасать всех вокруг себя. Почему? Потому что он через это и себя пытается спасти. Фактически он говорит, вот я вас сейчас спасаю, я вас спасу, и меня тоже это спасет. То есть, и энергию он через это получает, как я уже говорил, и признание, и самовудовлетворение. На самом деле, где-то глубоко в душе человек чувствует вот эту, ну, пустоту свою. И он пытается ее заполнить именно этим спасением. Поэтому, опять же, спасательство – это роль Господа Бога. Когда я спасаю другого человека, еще причем от неизлечимой хронической болезни, допустим, у многолизма, то я играю в такую плохую игру, в театр, в которой, в общем-то, ничего реального за ним нет. Поэтому спасательство – это тоже проявление нелюбви к себе самому. Есть люди, у которых, ну, грубо говоря, природа, Бог написал внутри о том, что, ну, блин, я тебе даю эту функцию, помогай людям. Вот очень важно, наверное, отличить момент призвания к помощи людям. Ведь действительно нужны и врачи, и психологи, и консультанты по химической зависимости. Ну, и я, да. Ну, вложил меня Бог это стремление к тому, чтобы помогать людям. Мне правда кайфово, когда я могу просто делиться с вами. И мне нравится, когда я могу действительно помочь человеку. Но для меня было лично важно осознать эту грань. Где мое спасательство, а где просто реальная помощь. И тоже долго это происходило. Да, я вот сказал вначале о том, что после аварии я перестал там всех спасать. Но я ушел в другую крайнюю, да, в некоторых контрзависимости. И я стал в себе не принимать свое желание помогать людям. Я, может быть, помогал, если меня просили, но я все время сейчас спрашиваю, а не созависимость ли это? А вот не делал ли я сейчас что-то плохого? Вот понять себя может, наверное, каждый из нас, вот именно в личном своем опыте. Где мой уход вот в это зависимое поведение спасательства, а где именно в мое проявление моей внутренней сущности. Если я люблю себя, если я возвращаюсь к себе, то у меня появляется центрированность, да, я чувствую самого себя. Можно назвать это ощущение субъективное чувство бытия. Вот, понимаете? У созависимого это объективное чувство бытия. То есть он воспринимает свою жизнь через окружающий мир. А человек, именно любящий себя, он чувствует жизнь, потому что он чувствует ее внутри себя. Можно сказать, появляется такой внутренний орган, ну, вроде бы и не глаз, и не ухо, а такой, наверное, слышащий глаз или видящий ухо, которое, с одной стороны, именно и видит себя, и чувствует, и слышит. Вот, когда мы не любим себя, когда мы попадаем в ситуации, где нас, скажем так, трехочковый, когда мы попадаем в ситуации, где мы начинаем предавать себя, этот орган у нас атрофируется. Да, мы теряем вообще вот это ощущение жизни. Любовь к себе — это вернуться к себе и понять, что я живу здесь, сейчас, в этом моменте, и все, что происходит, это все, оно так есть, и я могу это все прочувствовать, прожить и воспринять. Вот. Есть какие-то вопросы, потому что, вот сейчас говорилось, все внимательно слушают, правда, интересно? Все понятно. Значит, все настраиваемся на свое внутреннее ухо и на свой внутренний глаз, начинаем чувствовать себя. Как любовь к себе, наверное, на практическом каком-то, вот, ну, моменте можно еще тоже вот проследить, начать, как бы, ее делать, да, любовь к себе? Очень с простого. Это, в первую очередь, то, как я начинаю свой собственный день. С чем я просыпаюсь? С благодарностью к окружающему меня миру, к Богу, к Вселенной, о том, что я проснулся и начался новый день, и в том, что я есть в этом дне. Или я просыпаюсь с кучей уже сразу мыслей там, куда я бегу, что я делаю и прочее, прочее, прочее. Давайте делать хотя бы секундную паузу, ее достаточно, чтобы сказать спасибо. И если я говорю Вселенной спасибо, она отзовется тем же, чем мне. Если я говорю спасибо себе, стоя перед зеркалом, и улыбаюсь себе в зеркало, это реально работает. И если мне никогда в детстве никто не улыбался, и если меня никто не обнимал, и у меня нехватка телесного контакта, я вроде бы его пытаюсь получить от Маши, которая мне нравится, но я боюсь этой Маши, потому что я и боюсь входить в доверие к Маше, то я могу с себя начать, хотя бы с себя перед зеркалом обниму. Я посмотрю в свои глаза в зеркало, и я увижу у них жизнь. Я почувствую в них уникальность, и я схожу себе об этом. Это реальное упражнение, которое я всем рекомендую делать утром. Смотреть в зеркало, улыбаться, и говорить себе комплименты. Можно покорчить рожи, покривляться. Это все работает. Возвращение к своему телу. Принять свою сексуальность, в первую очередь. Ведь сколько у нас институтов в обществе, которые подавляют человеке сексуальность. Они обвиняют ее злом, греховным, грозят вечной карой, мытарствами и прочим, прочим, прочим. Почему? Потому что сексуальная энергия, можно ее выделить в отдельный, можно сказать, что вообще это жизненная энергия человека. Она очень мощная. И если человек ее в себе подавил, то им, опять же, легко управлять. Потому что у него внутри этот раздрай идет, куча подавленной энергии, невыраженной. И поэтому очень выгодно всем институтам говорить о том, что секс это плохо. И вообще это все что-то запретное. Возвращение к своему телу предполагает возвращение первой части своей сексуальности. Я смотрю в зеркало, мне в себя хочется. Вот. И вот это начинает работать. А когда это не работает, то тогда это все вылезает в каких-то искаженных и, скажем так, извращенческих формах, можно так сказать, которые травмируют и меня, и тех людей, с кем я соприкасаюсь. поэтому возвращение в тело предполагает возвращение именно к своей сексуальности. И возвращение именно к телу предполагает, что я начинаю жить в своем теле. Я начинаю его чувствовать, я начинаю о нем заботиться, управлять к нему заботу и развивать. Тут каждому могут быть свои пути. Кто-то пойдет, не знаю, на йогу, кто-то просто в спортзал, кто-то будет к телесно-ориентированному терапевту ходить, не знаю, заниматься. Но это очень важно сделать. Человек, который живет в созависимости, он про что-то не знает, когда он в последний раз играет, потому что некогда все время было. Этого алкоголика там в пятнадцатый раз в детокс положить, это можно, а вот на себя времени не хватает. А тут бац, и оказывается, надо на себя время уделять, и надо крачам ходить. Человек узнает, где поликлиника находится, и вроде бы даже лучше становится. А чувства, возвращение к своей душе, я начинаю опять же учиться заново доверять своим чувствам. Особенно, если я женщина, ну, если говорить про женщин, у которых им свойственно именно жить в эмоциональном, просто уме в своем попутке, в своей интуиции, я начинаю к ней прислушиваться. Не к страху, не вот к этой интуиции созависимого, которая рождается из стука ботинок, как он идет по лестнице, я уже понимаю, что с ним пьяный, он идет трезвый. А интуиции внутренней своей. То же самое возвращение к своим мыслям. Я начинаю понимать, где вот этот внешний ум, который у меня сложился, с предубеждениями, с установками, которые мне все время кричат, что я должен, или что не должен. Где мой внутренний, именно голос моего я, мои рассуждения. Это возвращение к себе, любовь к себе, именно возвращение на духовном уровне. Это построение своих, именно взаимоотношений с высшей силой, с Богом, именно в доверительном крыше. Не в том, как мне говорили, всю свою жизнь, о том, что Бог накажет, покарает и прочее, о Богу, который любит меня, который создал и дал мне эту жизнь. И поверьте, если бы Богу был нужен другой вариант меня, он бы уже давно его сделал. Но если он сделал именно этот вариант, то мне остается только его принять и любить. Иначе я не люблю Бога, фактически. Если я не люблю себя, я кричу каждый день Богу, Бог, ты ошибся. Тебе надо какой-то апгрейд сделать, чтобы ты больше так не ошибался.